Мне казалось, что нет, вот мой мир настолько неидеальный, что я не хочу показать, какой он вообще. И это, конечно, был большой перекос. У нас были отношения, мы друг друга простили, отпустили. Мне кажется, это логическое завершение всего, тем более с учетом вообще этой песни. Меня всегда смущало состояние после, особенно когда ты вообще... Ну, были моменты, когда ты даже частично не помнишь, что было прошлой ночью. Это вообще очень неприятно. Поэтому, ну, как-то я всегда немножечко дистанционно с алкоголем. Эти синяки на животе, это как раз синяки от уколов. То есть я прокалывала препарат, который в течение года только вот как бы взращивает новый слой коллагена в теле. Лена тоже человек, у нее есть свои какие-то, может быть, ошибки по жизни, да, свой опыт. Также и отрицательный, который тоже важно получить. Будь готов постоянно перечитывать желтую прессу, которая придумает кучу всего, может быть, вообще не совсем о тебе. Но так как информации другой нет, люди будут считать, что это правда. Всем привет! С вами Нюша. Вы смотрите мое интервью на Муз ТВ. Нюша, в музыкальной среде сейчас все только говорят о твоем камбэке. И подтверждение ему это как раз сольный концерт в начале сентября в Москве. Поэтому вдвойне ценнее, что ты к нам приехала сегодня. Спасибо тебе большое за... ну, нашла время. И скажи, на какой стадии подготовка сейчас к шоу? Ну, у нас шоу вообще в целом достаточно уже готовое, целостное, потому что презентацию программы я уже проводила в Дубае. И сейчас, конечно, чуть-чуть апгрейдим программу, но в целом программа на самом деле готова. То есть буквально еще несколько репетиций, и мы готовы давать концерт. Ты же в Москве не уступала года три, если не ошибаюсь, уже, да? Даже больше. Больше, да. Мне кажется, лет пять, наверное. А есть страх? Что знаешь, может, ты думаешь, не продадите билеты там, либо новые треки не зайдут, так как старые. Ну, всегда есть какое-то волнение перед таким крупным событием. Конечно, я слегка волнуюсь, но это скорее такие приятные, волнительные какие-то ощущения. Мне кажется, важно вообще настраиваться всегда позитивно и хорошо. А сейчас для тебя вообще какую-то роль играют высокие места в чартах, я не знаю, награды? Те же самые на музыкальных премиях. Ну, для меня, безусловно, это показатель определенной проделанной работы. Я для себя, ну, как бы сейчас я понимаю, что период, через который я прошла, да, это рождение деток, это семейные дела, ну, как бы я реалистично смотрю на вещи. Не так много работы было проделано, поэтому абсолютно логично, что пока нет каких-то номинаций, нет высоких мест в чартах. Но для меня это не приоритет на данный момент, то есть в моей жизни было много всего. И был этап, когда, наверное, у меня были определенные амбиции на этот счет, мне хотелось получить определенные награды, хотелось быть номер один во всех чартах. Этот период был. Но со временем я стала более размеренно смотреть на жизнь. И в какой-то момент, я бы сказала так, ощутила себя немножко в каком-то забеге, в погоне за каким-то успехом, для кого, для чего, непонятно было, не факт, что это была моя цель. И, конечно, рождение деток очень сильно поменяло мою жизнь, и в том числе приоритеты, и многие вообще вещи. Поэтому на данный момент мне, безусловно, все равно важна моя карьера, скорее как возможность самореализации. Но я не в погоне за первыми местами в чартах, тем более есть артисты, которым, наверное, это сейчас важнее. Это юные артисты, которые появляются, у которых есть амбиции такой, ну, вообще пощупать себя в начале своего пути, доказать себе, наверное, что-то, что они так могут. Вот. Для меня, ну, мне интересно делать классную музыку, радовать людей, и, безусловно, если будет хороший продукт, он всегда даст резонанс, и аудитория тоже среагирует и даст как бы понять, что я все делаю правильно, и все равно будут какие-то тоже хорошие показатели, какие-то премии, но это все впереди. Ну, я, на самом деле, боюсь представить, сколько у тебя уже стоит этих премий на полках, да, можешь сбиться со счета, мне кажется. Да, этого добра у меня действительно много, это очень приятный тоже период моей жизни, тоже что-то нужно было где-то в чем-то самоутвердиться, конечно, но сейчас это далеко не самоцель. А ты не потерял эту чуйку вот на хиты, на какие-то громкие песни? У тебя это осталось, само понимание, что нужно слушателю? Ну, это, ну, мне кажется, чуйку потерять невозможно, она как бы, либо есть, либо ее нет, но мне кажется, у меня нет страха выпустить, может быть, не самую популярную песню, то есть, как бы, такие песни тоже должны быть, да, и если, так как в моей жизни творчество, это скорее отражение моего пути, это мои истории, истории тоже разные, где-то могут быть более, как бы, близки людям, да, в чем-то менее близки, допустим, да, что-то, может быть, не так сильно откликается, но любое творчество имеет место быть, я считаю так, и поэтому, ну, как сказать, ругать там себя за не самую популярную песню, допустим, я не стану, но, конечно, мне хочется, чтобы мое творчество было близко людям, мне хотелось бы писать те песни, которые вдохновляют людей и трансформируют в лучшую сторону, поэтому я сейчас нахожусь в каком-то таком творческом, наверное, поиске, мне хочется поработать с разными музыкальными продюсерами и командами, и ребятами, и вообще делать разные дуэты, коллаборации, чтобы как-то вот проявить себя, вот какая я на сегодняшний день, потому что я постоянно меняюсь, и много трансформаций было. Если не ошибаюсь, ты же до этого сама все песни писала и мало с кем сотрудничала, правильно? Да, в основном, ну, вот такая ранняя часть моего творчества, там был папа музыкальный продюсер, он подбирал аранжировщиков, музыкальную команду, а чуть позже я уже экспериментировала, немного работала уже с другими продюсерами. Вот за всю карьеру в месяц максимум сколько у тебя было концертов? Можешь вспомнить? Вот какой-то один месяц, там, не знаю, 40-30 прямо? Концертов? Ну, это приблизительная цифра, но я думаю, да, наверное, около там 25 концертов в месяц могло быть, но это, ну, какой-то небольшой был период, то есть я не могу сказать, что меня прям замучивали, умучивали этими концертами, то есть, ну, так, может быть, сложилось несколько раз, но я после таких непростых периодов четко дала понять всей команде, что я так работать не могу, это очень сложно эмоционально и физически, и нужно восстанавливаться, поэтому мы быстренько это все переделали. А насколько тяжелый этот период был? То есть доходило до того, что тебя возили в больницу, не знаю, под капельницей, там, или ты терял сознание, может, прямо за кулисами? Ну, у меня было один раз то, что я потеряла сознание, но это было после сольного концерта в Москве, но это скорее, наверное, было все-таки психоэмоциональное состояние, ну, волнение какое-то, то, что я долго готовилась, я тогда похудела, то есть много времени в спортзале проводила, может быть, чуть-чуть было какое-то истощение, и все это совпало с волнением. Но вообще, вот был момент, когда подряд было действительно много сольных концертов и перелетов, и очень мало сна, и мне было именно тяжело, психическое состояние было, ну, то есть, такое, на грани, потому что это был, ну, по сути, такой день сурка, и моя задача, как артиста, держать себя в состоянии, наоборот, максимально ресурсном, счастливом, то есть, я выхожу на сцену, и людям не важно, что у меня в жизни происходит, то есть, они пришли за праздником, и я должна это состояние радости, счастья, как бы, нести со сцены. И когда подряд это были, там, не помню, по-моему, 7 где-то концертов, и очень мало сна, и физическая усталость тоже накладывалась, я помню, что просто я после очередного концерта я поняла, что я плачу, я странно себя чувствую, и это какое-то, ну, вот это вот состояние дня сурка, недостаточно каких-то своих собственных, видимо, положительных эмоций, и вот тогда мне было прям непросто, то есть, какое-то было эмоциональное выгорание, наверное. Перед путешествием мы все волнуемся об одном и том же. А я не волнуюсь. Мои деньги, квартиру и здоровье защищает страховой полис. Скажи «да» спокойным путешествием со Сберстрахованием. Значит, команда во главе с папой тебя, в основном, оберегала, да? Да. Да, ну, в целом, на самом деле, были просто моменты, иногда команда не совсем учитывала логистику, да, то есть, были моменты, когда мы могли слетать, там, во Владивосток, вернуться, и сразу концерт, и, допустим, какие-то моменты, то есть, концертный директор мой на тот момент, он со мной не перемещался, он только бронировал, как бы, концерты, и для него, в его мире идеальном, то есть, он прикидывал так, прилетели два часа, там, лететь, час на дорогу, быстренько покушала, там, саундчек, ну, то есть, в его голове все это было очень приблизительно, а когда мы прилетали на точку и начинались какие-то плюс-минус задержки, после концерта, например, нельзя, как робот, автоматически сразу, там, поесть и лечь спать за час, то есть, пока там происходит все равно, ну, какой-то момент уединения, просто хочется, там, пока побыть немножко, там, в одиночестве, там, потом пока собраться, умыться, не знаю, переодеться, заказать еду, ну, то есть, и были моменты, где я старалась объяснить, что это, ну, не настолько комфортный график, и когда это все накладывается друг на друга, то есть, это выглядит совсем по-другому в жизни, то есть, не так, как он себе представляет, что мы, там, хоп, здесь добрались, а там оказались погодные условия, там задержался самолет, там дорога плохая, мы ехали не два часа, а четыре, ну, то есть, какие-то мелочи, которые по жизни, ну, как форс-мажорные какие-то ситуации, и они начинают скапливаться, ну, как бы, все, конечно, не продумаешь, вот, но после того опыта, конечно, мы уже очень сильно задумались, как можно по-другому. Сейчас отец какую роль играет в твоей судьбе? Просто я знаю, что ты в Сочи летал на детский фестиваль, там, по-моему, он проходил, и буквально незадолго до этого опубликовала фото с отцом, сделанное на борту самолета, и поклонники решили, что ты возобновила рабочие отношения с отцом, и вот как раз вместе с ним летал на фестиваль. Нет, ну, мы с папой общаемся, как папа с дочкой, безусловно, и я всегда могу обратиться к нему по-любому вопросу, за советом, потому что он остается все равно профессионалом своего дела, он очень много лет провел в шоу-бизнесе, и остается, как бы, для меня определенным авторитетом, то есть я всегда могу с ним поговорить, но с точки зрения именно работы, как я работала с ним, как с музыкальным продюсером, как с его супругой, как тоже сопродюсер, в таких отношениях мы уже не состоим, то есть несколько лет назад мы, как бы, разошлись, и на сегодняшний день я просто знаю, что как папу его могу взять куда-то с собой, о чем-то там спросить, поговорить с ним, у меня такие отношения удовлетворяют. Ты до этого уже сказала, что полна творческих сил и готова работать с какими-то продюсерами, это какие-то громкие, известные имена, вот можешь привести пример? Ну, я говорю в первую очередь о музыкальных продюсерах, то есть это скорее творческие ребята, так как сейчас, мне кажется, рынок очень поменялся музыкальный, очень много появилось талантливых ребят, кто в том числе пишет музыку, пишет тексты, я говорю про какие-то коллаборации, то есть музыкальное продюсирование в целом, то есть это звучание, а я человек очень творческий, я как бы люблю экспериментировать, и иногда мне нужно даже немножко структурировать на этот счет, чтобы как-то, ну, наверное, сделать апгрейд музыкальный, потому что было много, на самом деле, экспериментов, вот несколько лет назад я выпускала альбом, он был смиксован из раннего тоже творчества и из более свежего, и на сегодняшний день, то есть мне хочется найти какое-то свое звучание, потому что раньше больше меня ассоциировали, мне кажется, с такой, где-то в чем-то электронной музыкой, в чем-то где-то поп-арн-б, то на сегодняшний день я хочу понять, какая я, какой я могу быть, и, конечно, для этого нужна музыкальная команда, поэтому я знакомлюсь с ребятами и ищу, наверное, такого музыкального продюсера, с которым я буду на одной волне. А вот среди артистов бы тут мнение, что на маленькой площадке сложнее работать, чем на большой, у тебя какое мнение на этот счет? Ну, смотря какая площадка, какое это место, на самом деле в моей жизни были концерты вообще для двоих людей, то есть я выступала на ринге, там, для семи людей, то есть это были разные абсолютно мероприятия. Это зависит от самих людей. Бывает маленький зал, но очень теплый, уютный, люди очень расположены в какой-то такой интимной обстановке, где можно провести время очень душевно. Бывает, наоборот, чуть более какая-то напряженная ситуация, но я стараюсь всегда как-то просто быть собой и быть максимально искренней и как-то разбавлять эту атмосферу. Но бывают очень большие площадки, и тоже как бы публика достаточно разная. У меня как бы нет задачи всем угодить, у меня всегда есть задача максимально как-то хорошо провести время, чтобы у всех было хорошее настроение и как-то вызвать улыбки на лицах людей, порадовать их и вот постараться на период моего выступления максимально отдохнуть, расслабиться, зарядиться самым таким позитивным настроением. Поэтому с такой целью я стараюсь всегда максимально донести это состояние до людей. Мне кажется, ты идеально вписалась бы в 16 тонн. Да. Клупы прямо вообще. Не планировала там никогда выступить? Ну, вообще, да, в принципе, мы говорили о том, что можно там выступить, но он достаточно вот такой куларный. Это очень такой, так как просто я артист чуть больше шоу формата, то есть у меня, наверное, одна из моих фишек самых ярких, то что именно танцевальная программа, такой энергетический заряд. Я, ну, люблю площадки чуть-чуть побольше в плане того, чтобы поместиться с командой, можно было все-таки зажигательные танцы там дать. Вот, но бывают и концерты акустические, то есть где можно как раз буквально взять несколько музыкантов и как-то так амплакт сделать какую-то программу, чуть больше лирики, может быть, исполнить. Мне кажется, в таком формате можно было бы выступить там, да, в 16 тоннах. Будем ждать, значит. Нюша, скажи, ты вообще читаешь комментарии в социальных сетях к своим постам, релизам, и вот с возрастом проще стало реагировать на негатив, либо еще тяжелее воспринимать все это? Да, я периодически читаю, не могу сказать, что я прям постоянно там зависаю, но, конечно, мне интересно, что думают люди, в первую очередь мои фан-клубы, мои поклонники. Ну, я считаю, что есть критика конструктивная и есть просто троллинг, да, когда у человека свое собственное состояние, и на что бы он ни попался, там неважно, я или кто угодно, он будет все равно выплескивать свой какой-то негатив. А есть конструктивная критика, которую я стараюсь воспринимать адекватно, как бы, да, это какие-то замечания, которые действительно имеют место быть, да, то есть иногда это как-то стимулирует меня, мотивирует тоже, допустим, там, если, не знаю, моя аудитория замечает, что я как-то не очень выгляжу, какая-то форма не та, может быть, я там, для меня это сигнал пойти там в спортзал или там что-то поменять. Если много комментариев складывается на похожую тему, то, конечно, я обращаю внимание. То есть, как бы, это, мне кажется, уже такой сигнал, если не один человек об этом пишет, а прям такой большой посыл, то это важно. Ну, например, даже таким образом мы записали с Егором дуэт, потому что было просто шквал комментариев о том, что мои поклонники хотят дуэт с Егором, и, конечно, мы отреагировали, и он отреагировал, и я. Но бывает, наверное, еще бывает какая-то моя внутренняя реакция, может быть, комментарий какой-то незаметный, но если он меня как-то задевает, для меня это знак, что здесь мне нужно поработать над собой. И я уже как бы задумываюсь, почему я реагирую, ну, допустим, какая-то ерунда, но мне там обидно, и тогда я обращаю внимание и стараюсь разобраться, чем именно меня задевает этот комментарий. Ну, это не факт, что это вообще про меня, но если мне как-то неприятно от этого, значит, это моя внутренняя проблема. В комментариях, кстати, сейчас тоже пишут активно именно звезд, с кем хотели бы увидеть твой фит. Как думаешь, кого чаще всего называют, ну, кроме Егора Кридая? Ну, на самом деле, хороший вопрос. Вообще много разных предложений. Периодически фигурирует дуэт, мне кажется, Сережи Лазарева. Да, точно. Да, я тоже обращала внимание. С Ваней Дмитриенко. Ну, вообще много разных вариаций. Там еще были, вот я удивился, Леонида Гутина и Дмитри Маликов. А, да. Готовы с ними специи? На самом деле, я, кстати, не так давно, я буквально, вот когда была у Леонида на фестивале, разговаривала с его менеджером, и мне сказали о том, что у Леонида есть определенное правило, что он как бы записывает только с своей супругой дуэты, именно из женщин. То есть, как бы, вот с мужчинами он делает дуэты, а что касается... Кстати, да. Да, с женщинами, то есть, у него вот такое, просто вот такая договоренность, видимо, с супругой, и как бы, поэтому... Маликов. Этот вариант мы отметаем. Да, я на самом деле открыта к экспериментам. Мне кажется, нужно пробовать, потому что это творчество, и нужно просто встречаться и пробовать. Почему нет? Ты же понимаешь, что я не могу не спросить про Егора Крида? Меня зрители просто возненавидят. Вообще, в ваших отношениях, мне кажется, можно выделить, знаешь, несколько таких периодов, этапов. Это сам роман, потом расставание, с какой-то стороны даже такое скандальное немного. Потом вы бы соединились и выпустили совместную песню. Получается, мистер и миссис Мит вышли в 20-м году, да? Да, в 20-м году. Наверное, да. Ну, получается, прошло 2-3 года, а дальше такая тишина. То есть, 2 года была тишина, такое затишье. Вот все это время вы общались. Может, Егор поздравил тебя с рождением сына, я не знаю. Или вы вообще никак не чувствуете? Ну, нет, на самом деле, я не могу сказать, что мы прям общаемся. Мне кажется, вообще, это логичное такое завершение. Ну, как бы нас ничего не связывает друг с другом. То есть, как бы у нас были отношения, мы друг друга простили, отпустили. Мне кажется, это логическое завершение всего. Тем более, с учетом вообще этой песни, этого клипа, где мы как-то максимально изложили эту историю, кто как чувствует. И было бы странно, если бы мы, наверное, общались. То есть, это могло бы говорить о чем-то таком, что, может быть, это не совсем искреннее было, как бы, отпускание ситуации. А так как, ну, мы поздравляем друг друга с днем рождения, и, да, Егор даже публично поздравлял меня с рождением сына. Вот. Но, как бы, мы просто остались на дружеской ноте. Конечно, мы можем там созвониться, можем пообщаться на мероприятии, но не более того. То есть, все равно мы не друзья. То есть, можно сказать, что, ну, просто наши пути разошлись, как бы, и мы, конечно, не чужие друг другу люди. Но, мне кажется, все-таки было бы странно оставаться друзьями и дружить. Ну, здорово, что связь какая-то все равно есть. Даже само поздравление с днем рождения, мне кажется. Ну, мне кажется, да, это такой просто хороший знак, что мы хорошо друг к другу относимся, и мы взрослые люди. Нюша, я еще хочу остановиться на комментариях в социальных сетях. Так. Если ты не против, несколько зачитаю тебе. Хорошо. Так. Вот, девочка одна пишет. Была поклонницей Нюши на протяжении шести лет. Как грустно и обидно видеть, что она потеряла ту искру и искренность. Либо еще один пользователь пишет. Ужасно, что девушка, которая взрывала чарты, больше представить этому миру ничего не может, кроме книги мужа. Как вот ты отреагируешь на подобное заявление поклонников? Ну, для кого-то, например, такое впечатление, ну, как бы имеет место быть, да, потому что действительно был период, когда я была очень активна. Но, допустим, я не знаю, сколько лет чей-то комментарий, как бы, да, человеку, может быть, не так много лет, и он, например, на сегодняшний день пока не понимает, там, что происходит в моей жизни. Но я, на самом деле, читая такие комментарии, не расстраиваюсь, потому что я в процессе в своем личном, и, безусловно, ну, то есть, как бы, если я буду читать такое и расстраиваться, то работа дальше не двинется. И, как бы, опять-таки, у меня нет задачи кому-то что-то доказывать, только если себе, да, ну, и в данный момент все равно даже себе нечего доказывать. То есть, как бы, я знаю, что у меня за плечами большой пройденный путь, как у артиста, все, он уже фундаментальный, он не исчезнет, это те песни, которые, как бы, до сих пор крутятся на радиостанциях, и огромное количество поклонников, которые меня любят, поддерживают. И на это я обращаю, в первую очередь, внимание. Я понимаю, что, ну, могу еще лет 10 ничего не делать, по сути, это моя жизнь, и если я так решу, то я абсолютно точно могу, там, уйти в другую профессию, могу, не знаю, уехать жить на Бали, и, как бы, это моя жизнь, то, что я хочу, так я и буду поступать. Но, безусловно, мне все равно интересно быть в музыке, и мне интересно сейчас именно пойти в какую-то свою новую неизведанную часть, которая еще не была представлена публике, и для меня важно дать себе время, да, так же, как после рождения деток, то есть мне важно было восстановиться, да, то есть и морально, и физически. Это большой процесс, и, ну, то есть, как бы, наверное, многим людям этого не объяснить, пока они сами не окажутся в этой ситуации, не проживут. Мне, конечно, хочется, чтобы у меня горели глаза, и я стараюсь все для этого в своей жизни сделать, чтобы действительно нащупать свое такое максимально естественное, состояние, но когда я слышу такие комментарии, я понимаю, что в первую очередь здесь люди пишут еще о своем состоянии, не то, что, как бы, есть во мне, а то, что смущает их по жизни, то есть это, скорее, их состояние, которое они перекладывают, как бы, на меня, абсолютно не зная, что происходит в моей жизни, вот. Вот, поэтому, ну, тут, как бы, важно, чтобы внешний мир, он не, ну, не мог меня как-то надломить в этом плане, в этом отношении. Ну, а для того, чтобы построить что-то новое и прекрасное, всегда нужно время. Конечно. Нюша, как муж отреагировал на твое возвращение на сцену, он же понимал, что ты будешь меньше времени уделять ему, детям? Ну, на самом деле, в нашей семье нет каких-то строгих правил насчет того, что, там, я работаю, ты сидишь с детьми, то есть, как бы, он знает, что я артист, и сцена неотъемлемая часть моей жизни, то есть, меня, меня всегда будет тянуть в эту сторону, и, как бы, нет, ну, нет ограничений на этот счет, то есть, как бы, я реализую себя, он реализует себя, и наша задача — сочетать какие-то семейные моменты, успевать все, то есть, успевать побыть с детками, восстановиться, и при этом, ну, вот сейчас, именно сейчас, как бы, естественно, я делаю акцент на свое возвращение, и для меня это важно, потому что я очень соскучилась по сцене, то есть, то время, пока я все-таки рожала деток, уделяла время беременности, материнству, конечно, я очень соскучилась по своей такой невыгулянной творческой части, поэтому он все понимает, конечно, что мне нужно время, чтобы комфортно чувствовать себя, и вот эту свою артистическую часть, ну, дать, как бы, ей реализацию. А это заметно, кстати, я посмотрел видео с предыдущих концертов твоих недавних, и ты, как, там, прямо даешь жару, да, как голодная. Да, накопилось, да. Причем, я думаю, вся моя семья об этом знает, потому что, если мама долго не дает концерта, то можно, как бы, дома получить. Поэтому, на самом деле, всем хорошо, когда мама довольная, счастливая, поработала, пришла домой в совершенно другом настроении. Ты уже, кстати, затронула тему восстановления, в том числе и после родов. Как я понимаю, ты выбрала необычный способ, публиковала в социальной сети фото, там, иголки, синяки, иголка у нее ты выбрала, или как это правильно называется? Да, это называется акупунктура. Да, ну, дело в том, что у меня такое многоэтапное получилось восстановление, то есть, как бы, выглядит, наверное, это вообще для многих женщин, ну, как бы, достаточно быстро, то есть, хоп, раз, я уже постройнела, вернулась в форму, но, по большому счету, я стараюсь делиться со своей аудиторией, что, ну, там, за кадром очень много чего происходит, и это и психологическая, тоже ментальная работа, и, безусловно, я слежу за своим телом, и определенное питание. Еще я делала недавно детокс травками, тоже такой был важный период, но есть еще моменты послеродовые, вот, допустим, то, что я выкладывала, да, это акупунктура, акупунктура, чтобы поддержать тоже свое здоровье, и у меня оставались растяжки на животе, и я в течение года работаю над этим, в том числе, то есть, эти синяки на животе, это как раз синяки от уколов, то есть, я прокалывала препарат, который в течение года только, вот, как бы, взращивает новый слой коллагена в теле, то есть, ну, я знаю, что многие женщины спрашивают вообще, как я восстанавливаюсь, и им интересно, можно ли вообще как-то работать с растяжками, и я решила, что как раз нужно об этом рассказать, потому что далеко не все в курсе, что вообще можно восстановить потом животик, я решила как раз вот поделиться какими-то секретиками. А тебе кто рассказал про этот способ, именно про его? Для меня это рассказала моя косметолог, то есть, она мне сказала, что, ну, нужно будет время, где-то в течение года, но мы сможем восстановить максимально животик, то есть, есть еще там ряд процедур, которые нужно сделать, но все равно это реально, то есть, даже без пластики, без каких-то радикальных способов, то есть, постепенно, как бы, комплексный такой подход, и все восстанавливается. Просто, как только ты опубликовала фото, пошли заголовки, знаешь, в серии, шок, Нюша экспериментирует над собой, проводит эксперименты над собой даже писали, поэтому, да. Ну, а не быстро проходят синяки вообще эти? Ну, синяки проходили в течение недели. На самом деле, я делаю эту процедуру вот в течение года, каждые два месяца, и где-то вот за неделю, наверное, потому что нужно делать массаж, и за счет того, что, как бы, препарат нужно разминать, появляются на теле синячки. Ну, они проходят. Это просто чисто визуально, конечно, я пока топиков с открытым животом носить не могу, но в ближайшей перспективе. О детях давай тогда поговорим немного. Симби будет пять лет, если не ошибаюсь. Да, в ноябре. В ноябре, а сыну полтора года, получается. Сейчас, ну, плюс-минус. Сейчас, да, плюс-минус. Вот Симба же скоро пойдет в школу, там, через год, через два, получается. Вы уже с мужем решили, где она будет учиться? То есть отдаете предпочтение российскому какому-то заведению, либо за границей? Мы еще не решили. Мы пока думаем, но у нас точно есть еще годик, чтобы она походила в садик. А в целом, да, это, конечно, такой сложный вопрос, потому что мы много путешествуем, и пока не определились, действительно, как будет удобнее, где ей находиться, кто где. Потому что сейчас мой муж больше времени проводит за границей, я, как бы, нахожусь в России больше, но в любом случае, то есть, вот, нам придется, конечно, определиться. А Симби самой где комфортнее? Ты же видишь, наблюдаешь за ней, когда вы возвращаетесь в Россию, либо там, на солнышке, ну, в Дубай. Ну, конечно, ей в целом очень нравится погода хорошая, она уже привыкла к солнечной погоде, очень любит море, и она занимается плаванием. Наверное, у нее пока что на сегодняшний день больше друзей и занятия уже определенные, где-то сложившиеся в Дубай, потому что, ну, все-таки здесь она проводила чуть меньше времени, и в основном, то есть, она приезжает сюда, увидится с дедушками, с бабушками, и потом все-таки возвращается, там у нее какое-то уже, наверное, такое расписание, какая-то своя уже движуха, друзья. Ну да, мне кажется, пока там. Сейчас она в Москве, мы видели сегодня. Да, так она сейчас здесь. Анюша, давай теперь поговорим о твоих коллегах по сцене. Ты наверняка слышал про ситуацию с Максимом, то есть, она... Нет. Нет? Ну, Максима, в общем, призналась в алкогольной зависимости, опубликовала видеообращение к фанатам, и сейчас она проходит лечение в клинике. То есть, она открыто об этом говорила. Вот ты сама как считаешь, артист должен открыто говорить на такие темы, и тем более записывать видеообращение со всеми подробностями к публике? Ну, это личное дело каждого. Я считаю, что если она выбрала такой путь, значит, она действительно видит в этом положительный фидбэк, потому что действительно многие люди считают, что вообще жизнь артиста — это какая-то сплошная сказка. То есть, все стараются максимально в соцсетях показывать, какие они нарядные, всегда красивые, всегда счастливые. Но на самом деле мы все люди, и у нас есть и сложности, и проблемы, и бывают очень непростые периоды. И для того, чтобы людям не казалось, что это сплошная сказка, конечно, здорово, когда артисты, ну, у них как бы есть смелость поделиться какими-то непростыми ситуациями из жизни, да, рассказать о том, что бывает и так. И мне кажется, это здорово, потому что многие люди, они, ну, воспринимают, что бывает по-разному и так же, как у них. То есть, как бы вот это название, там, артист, звезда, иногда как бы очень сильно в это люди заигрываются, они воспринимают артистов как какой-то вот сплошной такой кукольный какой-то вариант, да, то есть это какой-то неживой человек, у него всегда все идеально, хорошо, там, не знаю, жизнь-сказка. И когда появляются, ну, какие-то искренние истории, меня лично это очень, ну, как сказать, вдохновляет, потому что, ну, даже я сама артист, но я понимаю прекрасно, что есть периоды, которые, ну, действительно, не каждый осмелится, да, публично о них там рассказать, показать свои какие-то слабости, поделиться этими историями, хотя большое количество людей на самом деле и поддержать могут, и, ну, то есть, и для них это тоже может быть поддержка, то есть они смотрят на своего кумира и понимают, что он тоже живой человек, и у него тоже могут быть какие-то сложности, и как он через них проходит, тем более, если какие-то подробности, да, то есть я просто сама лично не слышала, но, как бы, я понимаю приблизительно, о чем там может идти речь, и, мне кажется, это поддержит большое количество людей. Ну, да, мне кажется, это когда-нибудь обещание самому себе и публике, когда об этом все знают, ты уже не сможешь, мне кажется, шаг сделать назад и будешь бороться, нет? Ну, для меня это проявление силы, признание своей слабости — это проявление силы. Вот я вот самой, ты никогда не увлекалась сама алкоголем, то есть, мне кажется, особенно в начале карьеры, знаешь, когда очень много соблазнов, допустим, ты приходишь на светское мероприятие, все кругом выпивают, пусть даже по чуть-чуть, и вроде бы тебе тоже нужно с ними, чтобы проще было влиться, там, какие-то знакомства завести. У тебя это знакомо? Ну, я могла выпить, там, бокал шампанского, бокал вина, но вообще я по жизни не очень сильно увлекалась алкоголем, то есть, ну, наверное, меня всегда смущало состояние после, особенно, когда ты вообще, ну, были моменты, когда там ты даже частично не помнишь, что было прошлой ночью, это вообще очень неприятно, поэтому, ну, как-то я всегда немножечко дистанционно с алкоголем, то есть, но это не значит, что я какая-то там в этом отношении особенная, просто, как бы, это изначально, ну, не приносило мне, наверное, столько удовольствия. Мне кажется, что очень классно заменять плохие привычки хорошими, и на самом деле я отношусь к алкоголю в том числе таким образом, что вот у человека каждый день есть объем энергии на то, чтобы что-то делать, и почему вот творческие люди зачастую очень подвержены именно каким-то зависимостям, потому что у них большой запас этой энергии, если они не успевают ее реализовать, допустим, куда-то в творчество, в спорт, реализовать какие-то новые проекты, то эту энергию, ну, по сути, нужно куда-то сливать, и как раз, то есть, определенные вот направления, там, в том числе алкоголь, это возможность как бы подсливать эту энергию, но, безусловно, это отрицательный способ, потому что ты потом выглядишь не очень, и как бы погрузиться туда очень, ну, достаточно для многих легко, да, то есть это определенная зависимость, человек как бы думает, что он там избавляется от каких-то проблем, хотя это временный эффект, и многих может просто таким образом, конечно, туда засосать, вот, но я думаю, что, опять-таки, когда человек, как минимум, заявляет об этом и говорит, это уже первый шаг на пути проблемы, ну, то есть, как бы это уже решение, то есть, как бы то, что ты готов, в принципе, признать, что у тебя есть такая зависимость, это, конечно, очень важно. Мне кажется, ты, получается, берешь взаймы, то есть, ты хорошо погулял всю ночь, и берешь взаймы силы, энергию, и потом приходится восстанавливаться очень долго еще. Да, то есть, смотря, конечно, смотря, сколько ты выпил, то есть, получается, что, если каждый день и в большом количестве, то, конечно, ну, по человеку сразу видно, что из него буквально высасывают эти силы, то есть, он не будет выглядеть хорошо. А, получается, ты была таким тусовочным человеком до рождения детей, до замужества? В клубы часто ходила вообще? Ну, я не могу сказать, что я прям какой-то супер-былатусовочный человек, но я люблю иногда побыть на вечеринках, потанцевать, это точно, то есть, как бы, если у меня много концертов, то мне уже не так нужны вечеринки, потому что на концертах, конечно, я тоже реализовываю большой потенциал свой, то есть, энергетический, поэтому иногда, если есть какие-то перерывы, то, конечно, мне просто хочется тоже вырваться куда-то потанцевать и отдохнуть с друзьями. Но как-то плюс-минус все-таки это в рамках, мне кажется, гармоничных каких-то в моем, ну, в моей жизни. Но просто раньше, наверное, в начале карьеры, конечно, для меня это была еще неотъемлемая часть. Ну, я знакомилась на мероприятиях, то есть, как бы, я больше времени там проводила, потому что это был такой немножко новый мир. Вы, кстати, с Максим, по-моему, в одно время начинали творческий путь, ну, плюс-минус. Да, да. Вот ты считала ее своим главным конкурентом или кто тебе тогда дышал в спину, ты прямо чувствовала? Нет, я вообще не очень люблю такие агрессивные настроения, то есть, думать, что конкуренты, с кем-то соревноваться, то есть, как бы, да, это может как-то подстегивать, конечно, мы, девочки, как минимум, хотим хорошо выглядеть, мы между собой все равно, ну, как-то мотивируем друг друга, но мне всегда хотелось, чтобы это было на ноте поддержки, то есть, это круто, что есть другие артисты, все равно мы все разные, то есть, как бы, каждый выражает себя по-своему, и, наверное, конкуренция, мне кажется, это больше присуще именно в спортивных направлениях, то есть, когда есть очевидное первое место, медаль, там, за которую борются спортсмены, то тут, конечно, это конкуренция, но даже в большом спорте, вот моя сестра двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, и даже там, где они конкурируют с другими командами за первое место, все равно они дружат, они общаются между собой, то есть, как бы, это не какие-то отношения ненавистные, да, когда, там, ты партнеру своему желаешь, там, чтобы он, там, провалился, а ты просто, ну, максимально больше вкладываешь внимание в себя, в работу над собой, и мне кажется, так это намного лучше работает, что, да, есть другие девчонки, ой, как они классно выглядят, значит, я тоже, ну, как бы, я хочу, находясь рядом с ними, например, тоже быть классной, но по-своему, со своей, там, изюминкой, но, как бы, я рада за них, что они тоже классные, то есть, как бы, такая поддерживающая дружеская обстановка мне всегда была как-то ближе. Нюша, предлагаю вернуться к шоу, я еще хотел узнать, какое значение ты придаешь костюмам для концертов своих, для шоу, долго ли работаешь над ними? Ну, костюмы, это, конечно, тоже большая часть такого самовыражения для меня, как для девушки, и есть та часть, которая, опять-таки, более такая кричащая, артистическая моя такая половина, которая, конечно, требует самовыражения именно на сцене. И мне кажется, вообще на сцене, то есть, как бы, сцены — это не полутона, это достаточно какие-то крупные мазки, и передавать определенные состояния, энергетику, конечно, как бы, хорошо и более целостно, когда это все продумано от и до. Поэтому в моих выступлениях, безусловно, костюмы — это часть образа, то есть где-то, может быть, чуть более, там, агрессивная, где эмоции, которые требуют, там, более такого яркого выражения, где-то более какие-то нежные, сексуальные, ну, то есть все зависит от настроения песни, от истории, от самой, ну и, соответственно, от лейтмотива концерта, потому что там тоже есть концепция, которую, как бы, мы соблюдаем. Вот. А костюмы, возможно, чуть-чуть, как бы, апгрейд произошел, но, по большому счету, в принципе, они в целом готовы. А с кем из российских дизайнеров тебе комфортно было работать? С кем был опыт работы вообще из таких громких имен, если бы? Ну, на самом деле, в основном, я вот работала много лет, я работала со своей подругой-дизайнером Евгением Диверс Шоп. Я работаю со своим стилистом, с соло-телье, то есть, как бы, ну, это, наверное, всегда коллаборация больше, чем предложение стилистов. То есть мы, как бы, всегда вместе продумываем образы. То есть мне важно тоже вовлечение в этот творческий процесс, что мне нравится, какие материалы, что будет удобно на сцене, что будет смотреться более эффектно. То есть я стараюсь в этом процессе тоже всегда участвовать, потому что очень много деталей. Нужно продумать просто все. И я даже стараюсь на репетиции привозить концертные костюмы и в них прям репетировать, чтобы не было каких-то казусов уже на сцене. То есть это важно, испробовать их на практичность, как бы посмотреть, насколько все красиво сидит, чтобы уже все было идеально на концерте. Тогда расскажи, Нюша, марафоны какую сейчас роль играет в твоей жизни? Планируешь ли ты запускать новые? Как с этим дела обстоят? А я не запускала марафоны. У меня было в моей жизни... Что-то похожее в том плане, что онлайн-курсы, да. Да-да-да. Ну, это был мой опыт, как бы вот курс о профессиях, да. То есть был такой момент, когда, наверное, мне тоже отчасти хотелось рассмотреть, какие направления я могу еще охватывать. Но пока что, нет, таких похожих историй, наверное, нет. Я больше сконцентрирована именно на творчестве, на сцене. Конечно, я рассматриваю, в принципе, развитие, может быть, какие-то направления, в которых я могу быть полезна, да, с точки зрения своего прожитого опыта, как артист. Может быть, я могу поделиться с начинающими артистами какой-то информацией, и, может быть, каким-то таким бэкграундом, которого очень много, и мне хотелось бы передавать знания. Но во что это оформится, я пока еще не знаю. Получается, эти курсы больше как хобби были для тебя, да? Или какой-то существенный доход приносили? Был такой период, наверное, наш вот как бы общий, да. Вообще в мире очень много всего поменялось на тот момент. И, наверное, я тоже искала какой-то способ помочь многим людям, как-то поддержать, потому что в тот момент очень многие люди остались без профессии, и многие были в поиске, да. То есть как бы мне хотелось приоткрыть какое-то такое окошко возможностей, когда вот ко мне вышли ребята с предложением сделать такой проект. То есть я как бы в этом увидела возможность помочь, потому что многие люди писали мне в комментариях о том, что вот они не знают, как бы где найти, как можно как бы найти какую-то классную работу, и вообще как найти дело своей жизни. Потому что в моей жизни так сложилось, что я с детства знала, чем хочу заниматься. Но как бы многие люди пишут мне о том, что как здорово, ты вот всегда знал, что ты хочешь петь, а я вот не знаю, что мне нравится, я вот не знаю, куда пойти работать. И как бы мне очень хотелось, чтобы люди могли заниматься именно любимым каким-то делом. И я старалась помочь, то есть как бы подсказать, как можно нащупать вот это любимое дело, да, в дальнейшем может быть призвание и вообще дело всей своей жизни. И как бы я выступила таким человеком, который помогает соединять, наверное, тех, кто ищет работу, и тех, кто заинтересованы найти вообще свое направление. Насколько я знаю, ты прошла несколько курсов Елены Блиновской. И даже, по-моему, ее называла подругой в одном из своих интервью. Вот на фоне скандала ее с налоговой у тебя поменялись как-то отношения с Еленой? Нет, у нас никак эта ситуация не повлияла. Но это так же, как и мы обсуждали сейчас ситуацию с Максимом. То есть, да, публичные люди, они больше, чем другие люди, подвержены скандалам. И помимо того, что есть какие-то успешные ситуации, есть также и ситуации, как бы, которые, испытания, да, которые приходят тоже для публичных людей, которые эти люди вынуждены проходить публично. Опять-таки, Лена тоже человек, у нее есть свои какие-то, может быть, ошибки по жизни, да, свой опыт, также и отрицательные, которые тоже важно получить. И почему должно поменяться мое мнение? То есть я как друг должна быть рядом и в беде, и в счастье, и в горести, то есть, как говорится. Поэтому, ну, для меня, конечно, это жизненная ситуация. Просто у каждого есть свои такие периоды. Тогда по каким причинам ты можешь человека вычеркнуть из своей жизни? Вот прям резко перестать общаться? Что должно случиться с его стороны? Ну, наверное, это возможно, когда есть какое-то большое количество, может быть, негатива, которое я как-то ощущаю на себе. Может быть, если я чувствую, что мне очень дискомфортно с этим человеком находиться, возможно, тогда, да, я могу дистанцироваться. Но это не означает, что мы, раз и навсегда, можем перестать общаться. Может быть, это тоже какой-то временный период. Потому что, мне кажется, всегда должен быть шанс, что человек что-то поменяет в своей жизни. Мне кажется, мы все не идеальны, у каждого есть над чем работать. Поэтому, ну, то есть, все может поменяться. То есть, ты из тех людей, кто готов давать второй шанс? То есть, если есть какие-то перспективы? Да, безусловно. Я считаю, что нужно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Если ты хочешь заслуживать сам по жизни где-нибудь второй шанс, то ты должен уметь сам этот шанс кому-то давать. Давай вновь о творчестве. Ты на сцене, получается, 14 лет хотя бы раз приходила в голову мысль написать что-то вроде автобиографии. Это тоже сейчас очень модно, чтобы поделиться накопленным опытом, какие-то малоизвестные факты о себе рассказать. Ну, кстати, да, я в последнее время действительно задумываюсь о том, что было бы здорово написать книгу и поделиться разными историями все, что происходило. Это, опять-таки, изложить неидеальную какую-то сторону своей жизни, потому что долгое время, мне кажется, меня преследовал образ какой-то такой очень хорошей девочки, какой-то всей такой идеальной, позитивной. Синдром отличницы. Да, в чем-то даже синдром отличницы, безусловно. Поэтому, мне кажется, это было бы полезно и для меня самой раскрыть какую-то свою неидеальную часть, и для моей аудитории, которая, мне кажется, тоже познакомилась со мной бы еще поближе. То есть ты прямо готова раскрыть какие-то очень неожиданные подробности даже в личной жизни или нет? Ну, возможно, да. Если я посчитаю нужным, что эти ситуации могут кому-то помочь, конечно, я бы поделилась этим опытом. Нюша 14 лет назад и Нюша сейчас. Насколько это два разных человека? И что принципиально в тебе поменялось? То есть ты так сама считаешь? Ну, конечно, это совсем разные люди, безусловно. Много чего поменялось. Но вот даже то, что мы сейчас затронули тему вот этой идеальности, то есть когда я только вступала на эту тропу в мир шоу-бизнеса, у меня было очень много комплексов. Мне очень хотелось быть действительно прям суперпримером, такой правильный, хороший, там вот вообще показывать только свою самую какую-то светлую часть. Но со временем я поняла, что, во-первых, невозможно нравиться всем. Это, в принципе, такого не бывает. И стала разбирать причинно-следственные связи, зачем, почему я хочу быть именно такой, от какой своей другой части я бегу, то есть от каких теневых аспектов и что я в себе не принимаю. То есть как бы это такой приличный путь работы над собой, и он не заканчивается, он все еще продолжается. То есть я признаю, что я не идеальна, и у меня есть много своих каких-то странностей. Но делиться ими я потихоньку стала готова, только вот, наверное, не так давно. Но тем не менее, то есть вот эта та часть, которая не идеальна, на самом деле именно она делает меня собой. И такой живой, и человечный, и очень даже искренний, потому что я старалась выдавать какую-то свою вот эту позитивную часть искреннюю, но не говоря о каких-то недостатках, то есть получается, что умалчивая как бы об этом, конечно, люди это тоже считывают как не до конца искренность. И раньше мне казалось, что вот странно, что некоторые там блогеры, допустим, рассказывают какие-то свои суперподробности, даже интимные какие-то из своей жизни. И у меня возникал вопрос, ну зачем? Чтобы что хайпануть, чтобы вот привлечь побольше к себе внимания? А сейчас я понимаю, нет, просто это определенная степень взросления, когда человек готов поделиться очень сокровенным, потому что он выбрал такую профессию. То есть как бы по жизни, если ты публичный человек, все, будь готов, что о тебе будут писать. Если ты сам не рассказываешь, то о тебе придумают эти истории. И поэтому ты либо как бы формируешь сам свой персонаж и рассказываешь, как действительно есть в твоей жизни, либо будь готов постоянно перечитывать желтую прессу, которая придумает кучу всего, может быть, вообще не совсем о тебе, но так как информации другой нет, люди будут считать, что это правда. Я как раз хотел про комплексы спросить. Ты сейчас больше все-таки, все, что касается поведения, взаимоотношений с окружающими, а из-за внешности ты комплексовала? Какие у тебя комплексы были именно связаны с внешностью? Да, конечно, и с внешностью в том числе. Но это такие в основном, мне кажется, достаточно классические моменты, которые волнуют девчонок. Это там щечки, какой-то лишний вес, какая-то неидеальная в чем-то фигура. Ну, в разном возрасте это были какие-то разные моменты. Потом, то есть как бы и менялась, конечно, моя форма, и в голове очень много всего поменялось. То есть я тоже стала больше давать себе свободы и училась, наверное, ценить, любить себя, и все равно еще нахожусь в каком-то таком процессе. Но я стала намного легче к себе относиться. То есть как бы стала принимать свою вот эту вот неидеальность. То есть как бы, когда ты максималист, и вот этот синдром отличницы, с одной стороны, это высокая планка, которую ты сама себе выставляешь. И это, конечно же, и на сцене, и в музыке, и в жизни. Но, с другой стороны, да, есть обратная сторона медали, когда это мешает тебе жить. И был даже период, когда меня смущала моя жизнь. То есть вот что-то было неидеально, как мне казалось в моей жизни. Я даже не могла просто снимать сториз, и я перестала из-за этого вести там соцсети, потому что мне казалось, что нет, вот мой мир настолько неидеальный, что я не хочу показать, какой он вообще. И это, конечно, был большой перекос. Потом в какой-то момент я поняла, что вообще-то в моей жизни ценно все. Вот просто любая малейшая деталька, которую я выкладываю, это моя жизнь. И это так круто, так ценно, что все это у меня есть. Да, это вот мое одно такое, такой мир, который окружает именно меня. А ты с психологом прорабатывала эту тему или как? Или самостоятельно все? Ну, я думаю, что где-то в чем-то, да, проходя марафоны, курсы, общаясь с разными людьми, и, конечно, были свои какие-то осознания, безусловно. То есть, собирая эту информацию разную, я делала какие-то выводы и уже для себя определяла. Можно было нащупать какие-то свои страхи, какие-то свои загоны и с ними разбираться. А своих детей как ты учишь любить себя? Есть какие-то секреты? Мне кажется, больше пока что дети больше меня учат, потому что я периодически ловлю себя на том, что могу стараться выдавать какие-то правила, которые были в моей жизни. То есть в моем... Вот когда меня воспитывали родители, они могли о чем-то говорить мне. И это такие программки, которые формируются в голове каждого из нас с детства, определенный набор правил, каких-то установок. И иногда сейчас, когда мой ребенок более свободен в каком-то самовыражении, допустим, не знаю, у меня, например, симба может где-то закричать, где-то поныть, где-то зарычать. И было время, когда я ее останавливала, и мне не хотелось, чтобы, например, мы где-то в кафе, она привлекает к себе внимание, начинает там как-то себя странно вести. И я смотрю, все оборачиваются, смотрят. Сначала мне было дискомфортно, а через какое-то время я поняла, что вообще-то это она делает то, что я не умела делать в детстве. То есть я была очень тихим ребенком, и настолько я стеснялась проявить свою какую-то эмоцию, хотя она у меня была. И я потратила много времени уже во взрослом возрасте, чтобы тоже уметь сразу как бы выдавать какое-то свое чувство. То есть очень много чувств были зажаты в теле, и я не знала, не умела их распознавать. Они накапливались в теле в виде определенных блоков. А мой ребенок сейчас, ну он, у него этого нет, и ему это не нужно. То есть он уже более свободен в своем поведении. И я стала даже учиться у нее выражать определенные свои эмоции. Иногда сама теперь могу пойти порычать на кого-нибудь, или там просто остаться дома. И если я чувствую, что есть какое-то раздражение, чтобы там не срываться на людей, то есть какое-то время я думала, что нет, это просто я не злюсь, просто я по жизни не злюсь. А потом я обнаружила, вообще-то я злюсь, я злюсь всю жизнь, и все это скопилось у меня где-то в какой-то части тела. И из-за этого, например, еще она и болит. И когда я стала вытаскивать эти настроения, эти эмоции, эти чувства, у меня появилась новая свобода в теле, в моем поведении, в отношении с людьми. То есть я стала учиться во многом говорить «нет», «не хочу», «хочу». И убирать вот эту хорошую девочку, которая раньше была очень хорошей и со всеми не хотела ругаться, не хотела создавать конфликтных ситуаций. И из-за этого была отчасти какой-то такой супертерпеливый. И все это как бы должно было в какой-то момент как-то прорваться. Мыльный пузырь, да? Да, да, это действительно, это мыльный пузырь. И это как бы мой опыт сложился. И теперь, конечно, я смотрю на своих деток и понимаю, что у них изначально другая природа, и я могу у них учиться. То есть, да, есть, конечно, определенные правила в обществе, которые делают нас цивилизованными людьми. И мы проговариваем эти правила. Мы проговариваем, как можно экологически, ну, как сказать, как можно экологично рассказать другому человеку, что ты чувствуешь, да? То есть, что не нужно стараться ему угодить. Важно слышать свое внутреннее состояние, свой внутренний голос. И есть какие-то, ну, есть какие-то ситуации, где, безусловно, ребенка тоже нужно научить, как можно экологично поговорить там с другим ребенком, договориться. Там можно найти какой-то компромисс. И, Нюш, у меня последний вопрос буквально к тебе. Для полного счастья чего тебе не хватает сейчас еще? Мне кажется, что как-то не может быть состояние полного счастья. То есть, вообще, я отношусь к счастью как к состоянию, но которое мы сами выбираем и формируем. И очень часто есть такое заблуждение. То есть, как бы, люди, они считают, что счастье, оно где-то, в какой-то момент нужно к нему дойти, нужно до него дожить. А на самом деле мы можем быть счастливы каждую секунду, просто выбирая быть счастливым. А когда ты счастлив, это то состояние, когда ты благодарен за то, что у тебя есть. Благодарен за тех людей, которые тебя окружают, за вообще твою уникальную жизнь, твой уникальный мир, который тебя окружает. И когда ты начинаешь осознавать, сколько всего есть в твоей жизни, какой ты, сколько всего интересного. И жизнь — это такой большой, увлекательный путь. И чем больше ты ценишь все, что есть в моменте здесь и сейчас, тем больше создается вот этого ощущения счастья. Потому что можно ставить перед собой какую-то цель, всю жизнь идти к этой цели и быть несчастливым. И получить эту цель, и при этом тоже не получить того самого удовлетворения, или получить его на несколько секунд, и что, и опять полжизни ждать счастья. То есть как бы важно научиться ценить все, что есть в моменте. Потому что это уже счастье, оно уже происходит с тобой. Просто дай ему быть, дай этим мгновением максимально себя порадовать. То есть с уверенностью можно сказать, что сегодня, сейчас Нюша — счастливый человек, правильно? Ну, я, конечно, как любой другой человек, бываю в разных состояниях. Но я стараюсь максимально напоминать себе, можно сказать, наверное, каждый божий день, говорить о себе с самого утра о том, что я могу быть счастливой в любое мгновение. Вот счастье — это выбор. Если я выбираю быть счастливой, я выбираю улыбнуться, я выбираю получить удовольствие, я выбираю находиться в этом состоянии. Тогда и жизнь, на самом деле, она становится, она начинает как бы играть другими красками, потому что ты выражаешь эту благодарность, и как будто открываются для тебя ещё новые возможности, ещё более прекрасные. То есть как бы мир чувствует эту любовь, и он старается порадовать тебя ещё, и показать тебе что-то ещё, что тебя порадует ещё больше. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, что наши зрители тоже вдохновятся и будут счастливыми. Спасибо тебе большое. Да, благодарю.